всем привет мы с вами находимся в нашей любимой игре клондаек у нас сегодня вторник четверг мы ждем обновления в ожидании обновления скорее всего будет новый остров к этому надо готовиться я начинаю усиленную подготовку начинаю кормить своих животных начинаю собирать садить больше пшенички чтобы работала пекарня чтобы я могла справиться быстро без трудов с островом смогла его почистить успеть ложиться в нужное время знаете пшеницы много не бывает и и сколько не садишь она хорошо уходит и уходит много хотя в принципе вы обратите внимание у меня по 16 штук сразу растет и растет не в одном месте но сказать что она прям скапливается нет так посмотрю что с коллекциями посмотрю чем кормить буду или коллекциями или сделаю корм так птичек можно по моему уже покормить чуть-чуть сделать так немножко поменяем день деньжат я могу уже немножко и так я чередую все время то так меняют и так меняем по-разному скажем так тут я никогда не собираю потому что мне она имею ввиду на ферме потому что мне это не горит она большому счету стоит на тот случай если будет задание мне надо будет собрать чтобы не ехать на другие острова и так раз и собрала так что я неудачно поставила я не могу взять ну ладно предстоит типа красиво делаем опять полу диких павлинов потому что для меня это нас данный момент единственный источник денег и большой помощник в ягодках сейчас сделаю 150 штук сразу даже одну лишнюю так пекарни проверить все работают нет это не порядок между прочим обычно я стараюсь их распределять чтобы параллельно делалось все это самый лучший вариант когда делается все сразу так кстати гоголя-моголь осталось 200 штук надо будет опять его ставить если будет сейчас свободное место надо поставить гоголь-моголь нет поставлю в следующий раз так кстати непорядок ага вот чем дело черника возьмите ладно сейчас посмотрим что у нас с черникой с черникой все очень не очень это значит что мы отправляемся в путешествие я не ошибаюсь шестая страница я не ошибаюсь так и параллельно можем немножко завести туда скворечников потому что энергетики будут нужны а когда остров временный уже не хочется отвлекаться на то чтобы внести туда что-нибудь еще так все в принципе все так у меня тут интересно они хоть все работают нет конечно я тут рельсы поставила кому надо они у меня спят непорядок я не знаю мне кажется что я поставила более-менее нормально ну в принципе покупают так все все работают надо будет еще кого-то одного поставить только я не решила с чем так а у нас туманный лес поэтому стало больше ой я не туда полетела ну ладно если что доеду а не туда прилетела за другим так у нас рыба бывает теперь совсем рядышком только не подвисай пожалуйста не подвисай ехать так сейчас поменяемся и будем домой угу плюс 10 и черника все время все время собираюсь поставить третий завод чтобы делать больше чемоданов и что-то меня все время как-то так забываю так черника и мед я хотела так и так и 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 holes и и и и и и и и Кроликов обманула, еду сделала, отдала не им, а они мне так верили, кроликов надо кормить все время. И еще такой маленький нюанс, в игре вполне достаточно кроличатника только одного, не надо покупать несколько, можно купить один и маленький, туда помещается прекрасно 15 штук, молодняка можно посадить, кроличатник нужен только для того, чтобы подстраховаться на случай того, что если вы их перекормите, и они все становятся золотые и не смогут раздражаться. Вот я могу смело ставить корма сколько хочу, я знаю, что если даже они все становятся золотые, у меня есть кроличатник, где он? Вот, маленький. Я видела у некоторых стоит несколько кроличатников, они не нужны несколько, это просто так уже, знаете, некуда девать изумруду, мне тоже было некуда девать изумруду, я купила себе билеты продавать, думала, что это надо, а оказалось нет. Так, ешьте мои бедные питомцы, частенько так становитесь золотыми, почаще. Если у меня где-то потерялся ежик второй, одного я превратила, второго поставила. Он из меня сбежал в лес. Уже 3 часа прошло, как я кормила его, точно прошло. Ну, для того, чтобы покормить, сначала надо обнаружить. Ой, нашелся. А, еще час. Ну, извините. Накладочка. Немножко ошиблась. Люблю кроликов, особенно золотых. У меня до уровня осталось 6 миллионов. Всего лишь. Можно было бы, конечно, добить коллекциями, но пускай идет медленно. Если будет на новом острове очень большой камень или дерево, я смогу добить остров по-быстренькому. Потому что по дому уровень, будет много энергетиков и будет легче. Так. Это мы все сделали. Смотрим дальше. Что еще можно, в принципе. Так. Сюда я не хочу. Ну, 68. Это очень мало, чтобы менять. Надо выставить заводы, чтобы они интенсивно работали. Так. Здесь у меня закончилось. Здесь журнава. Мельница нам дается на песни ветра за полную расчистку. Вы знаете, ее вполне хватает, чтобы даже для моих там 14 заводов, сейчас как у меня их кто-то написал что-то, заготовить муку. Так. Вставим наших птичек. И делаем золотых еще. В золотой окупаторе делаем чего еще? Пингвинов. Сотни. Так, что-то я не обратила внимания, что огня уже не так много. Я обычно делаю 50 тысяч, а потом уже трачу. Можно, конечно, сразу написать, сколько штук надо и сделать. Но я играю на большом экране, поэтому, чтобы не делать большой, маленький. Так. Пингвины, пингвины. Пингвины. Есть. Так, и не забываем дарить подарки, потому что подарков наших ждут наши соседи. Многие ради этого только и добавляются соседи, чтобы получать подарок. Потому что ресурсов постоянно не хватает. Ну, не подвиси, пожалуйста, игра. Так, и не забываем дарить подарки. Так, помощь. Я не готова еще ее указать. Напакованного гудреца я могу принять без платки. Я даже никогда не читаю, а в принципе пишут, а пишут. Так, принимаю, просто вот там и все. Наш торговец молодец. О, хорошо торговал. Ну, у меня опять валентинки золотые. Да? Да. Сколько я их уже собрала? 300 штук. Я их недавно меняла. На кору, на траву. Значит, кору. Мне пора крутить рулетки. Значит, на этом мы с вами прощаемся, наверное. Или просто покрутим, потом попрощаемся. Я думаю, что, в принципе, это уже совсем не интересно. Хотя, в принципе, Кубок Чемпиона может обсудить, в какой рулетке что выпадает. Я обычно не жду, когда она полностью прикручится. Я начинаю крутить. И выключаю сразу. Сразу получаю подарок. Даже динамин дали в этот раз. Два динамита. Так, теперь тут. Какой-то нехороший призовой день. Интересно, что нам ко дню Валентина будут дарить. Должны скидки начаться. А я изумрудов пока тут собрала. Только 77 штук. Скажем так, немного. Я даже не знаю, если честно, что бы я докупила. Ну, если бы давали скидки. Ну, может быть, я бы купила себе еще пекарню торговца. Хотя, в принципе, я могу устроить еще кого-нибудь торговца нанять. Ну, скажем так, дам я 10 штук кожи. А попрошу я за нее. Так, продукция. Ну... Наверное, червяков. Так много постоянно уходит. Если будет новый остров, уходь вздут. Так, в принципе, у меня все есть. А вот червяки с островов по чуть-чуть привозятся. Ну... Или, в принципе, их лучше делать тоже на островах, конечно. Ну, когда их меняешь, быстрее всего. Ну, скажем, 450. Все. Подменник стоит. Что-то я уберу. Так, все вроде. И поставлю еще сюда клея. Сейчас очень много маленьким уровням нужен клей. И прошу за него малину. Если кто-то хотел посмотреть, что у меня в складе, вот как раз когда я сейчас ищу, у вас есть такая возможность. Прикольно, что ищу-то я ищу. Я, наверное, очень много болтаю. И просевала, где мой клей. Такого быть не может, что у меня его нет. Просто не может. Ой. Ну, я что-то вывезла. Вот из этого я не делаю маленький экран. Есть. Не подвисай, мышка. Все. Клей за малину я поставила. Я хочу за 20 клея 350 малины. Можно еще поменять, наверное, коллекцию на клей. Во всякий случай. Не, не буду. Ровень закончится. Не хочу раньше времени. Так. Кролики. Где-то и мои кролики. На этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok